Так, друзья мои, приветствую! Прямо сейчас биткоин находится у крайне опасного уровня, и я думаю, что в ближайшие несколько дней решится глобально судьба того, что мы увидим в ближайшие несколько месяцев. Вот поэтому давайте будем разбираться с тем, чего ждать от цены биткоина в ближайшее время, в какие сделки сейчас актуально входить и что вообще можно делать с криптой на текущий момент. Поехали! Смотрите, первое, что хочется сразу отметить, то, что я уже разбирал в телеграм-канале, кстати, если вы на него не подписаны, ссылка под видео, тут у меня был кружок, и я подробно расписывал, как я вижу текущую структуру. То есть, если мы с вами сейчас переходим на дневной график, то у нас здесь ситуацию можно трактовать как зарождение новой пятиволновой структуры. Собственно, как эта пятиволновая структура выглядит? Раз, два, три. Да, и, собственно, цели волны три мы с вами уже обозначали, опять же, в прошлых обзорах. Если мы с вами возьмем расширение по FIB и сделаем такое вот простое движение, то уровень 1.618 очень хорошо у нас бьется, да, то есть это порядка там 29-30 тысяч долларов, плюс-минус, ну, там 29-90 у нас получается. И, в общем-то, если все реализуется красиво, мы рисуем новую пятиволновую структуру, мы сейчас находимся на дневке потенциально в третьей волне, то все у нас замечательно. Но здесь есть одно очень важное но, которое мне не нравится, и это но мы сегодня с вами будем подробнейшим образом разбирать. Собственно, расскажу вам про свои текущие сделки. Как вы знаете, я еще примерно вот с этих позиций нахожусь в лонгах. У меня и боты расторговали этот диапазон, и на альтах я брал лонги. В общем-то, опять же, все это было в телеграм-канале, если вы еще не подписаны. Ну, вот крайне рекомендую вам это сделать. Собственно, ссылочка находится под этим видео, там гораздо больше я делюсь своими мыслями и гораздо оперативнее рассказываю про свои сделки в крипте. Поехали дальше. Смотрите. Собственно, в чем у нас сейчас состоит перформанс, да? То есть, что мне сейчас максимально не нравится? Давайте мы сейчас с вами еще на трехчасовике раскидаемся быстро. Собственно, на трехчасовике, как я локально вижу текущую структуру, да? Сразу включу помощника себе. Собственно, я вижу текущее движение, не так, раз, два, три. Да, собственно, мы реализовали волну три. И сейчас находимся в четверке и потенциально, собственно, можем сделать еще волну пять с заколом куда-то плюс-минус вот сюда. Это локально. То есть, локально я, как и говорил, опять же, в телеграм-канале, в принципе, настроен достаточно лонгово. Но глобально есть мысль переоблаза в шорт. Сейчас объясню, почему. Локально давайте разберем структуру, почему я с текущих все еще нахожусь в лонгах. Да, я считаю, что нас ждет продолжение этого движения. Все очень просто. Смотрите, вот мы с вами натягиваем фибу. И мы, в общем-то, идеально исполнили рекоррекцию, да, на третью волну от 0.5 до, собственно, 0.618. Пришли плюс-минус в эту область. И отсюда уже отскочили. То есть, у нас сейчас потенциально есть шанс, ну, примерно 28 500, да, может быть, 29 снова показать. А если мы полностью реализуем всю третью волну, то есть, вы же понимаете, да, это я трехчасовый график показывал. Собственно, глобально мы сможем реализоваться сразу и к, там, 29 тысячам в положительном сценарии. Это что касаемо у вас, у вас, у нас с вами волновой истории. Но тут есть один очень важный нюанс, который мне не нравится. Смотрите, мы с вами достаточно долгое время находились вот в этой вот, вот в этом вот накоплении. Да, здесь многие сейчас, смотрю, на коллег натягивают здесь накопление повайков, да, накопление дистрибуцию. То есть, вот мы ходили с вами в этом всем боковике, тут выносили, тут выносили. И как будто бы сейчас, да, опять же выносили, чтобы здесь поконсолидироваться и после этого полететь наверх. Но что мне здесь глобально не нравится? Смотрите, когда мы с вами в прошлые разы были в подобных накоплениях, да, например, вот здесь. Например, не знаю где. Ну, здесь было не накопление, да, то есть, вот здесь, да, здесь. То происходили импульсные движения. То есть, здесь был неплохой импульс, здесь был очень мощный импульс. И здесь, естественно, тоже у нас был хороший импульс. Сейчас мы не видим этого импульса, и это меня очень сильно напрягает. То есть, мы как бы с одной стороны, если перейдем с вами на трехчасовой график, мы увидим с вами то, что объемы, на достаточно хорошие. То есть, мы видим, что на каждом пампе у нас, соответственно, объемы тоже растут, и это окей. И, соответственно, на каждом снижении, да, таком, как здесь, здесь объемы у нас тоже падают. То есть, здесь у нас все хорошо, по объему все красиво, картинка замечательная. Но, по-хорошему, после такого накопления мы должны были просто отстрелить одной палкой вверх. И вот то, что это мне произошло, мне это не нравится. Это первый момент, который меня смещает. Следующий момент, смотрите. Мы с вами уже, получается, третий раз, по сути, закалываем в 200-дневную машку. И все еще не можем ее пробить и закрепиться над ней. Да, я говорю, что, ну, для меня все-таки 200-дневный мувинг, это достаточно важная история. И сейчас он у нас, по сути, уже третий раз выступает как сопротивление. То есть, мы здесь в него кальнули, здесь, можно сказать, кальнули. И сейчас снова мы кальнули, да, то есть, сюда выше прошли и, собственно, откатились вниз. Вот просто на уровне здравого смысла мне эта картинка не нравится, да, потому что мы каждый раз пытаемся пробиться выше 200-дневного мувинга. И каждый раз находятся продавцы, которые активно, собственно, двигают цену вниз, да. То есть, вы же понимаете, как устроен рыночный аукцион, как устроен рыночный стакан. То, что цена не может пройти определенный уровень, говорит нам только об одном. То, что на определенное ценное значение выходит большое количество продавцов, которые, собственно, давят цену вниз. И плюс, в принципе, вы должны понимать то, что у нас... Так, а то у меня тут на какие-то альты все слетело. То есть, вы же понимаете, что в текущей ситуации интереса крипте достаточно мало. Вот. И любые какие-то говноновости, они могут очень сильно цену дампануть. Собственно, давайте зарезюмирую, да, свою позицию по битку. Вообще, рынок мне не нравится. Вот реально, не нравится вообще. Ну, вот мне кажется, что после такого накопления, после того, как нас долго возили в этом диапазоне, мы должны были просто отстрелить и уже улететь куда-то вот сюда. Но пока что этого не происходит. Собственно, сейчас мы можем развить с вами картину на несколько сценариев. Как я вам и говорил, я пока что нахожусь в ланге. Пока что шартовые позиции глобально не открывал. Есть несколько хеджирующих шартов на альтах, но это не глобальная, так сказать, моя позиция. Ну, давайте я вам на своих случаях напомню. Мало ли вдруг, если вы торгуете криптой, то крайне рекомендую вам это делать на бирже Bybit. Собственно, ссылочка находится под этим видео. Если вы регистрируете по нашей ссылке, вот это Bybit, партнер Криптер Бонус. Собственно, вы получаете бонусы до 30 тысяч долларов. Также получаете от нас доступ в наш бесплатный торговый чат. Все бонусы подробно здесь записаны. Также мы в ближайшее время запускаем наш трейдерский канал, где будет обучение по трейдингу, курсу по техническому анализу, плюс больше торговых сетапов, которые я даю там в наших закрытых сообществах. Но часть еще я буду давать в трейдерском канале. Поэтому переходите по ссылке, находится под этим видео, я уже сказал. И, собственно, регистрируйтесь на Bybit и забирайте все бонусы. Здесь вот подробная табличка, как получить бонусы, то есть какой депозит нужно внести, какой торговый объем нужно показать и какое количество бонусов вы забираете. Можете ее заскоренить к себе и, собственно, зарегистрируйтесь по ссылке, вынесите депозит на торговать и забрать бонусы. Окей, мы двигаемся дальше. Теперь давайте будем фиксировать мысли по Bybit. Что сейчас буду делать? Буду продолжать держать свои лонговые позиции. То есть у меня сейчас боты расторговывают этот диапазон. Вот эту вот всю историю расторговывают ботами на Bybit и эфире. И я пока что продолжаю удерживать этих ботов. То есть у меня боты с упором на лонг. Дальше. В какой момент буду ботов закрывать? Если мы придем куда-то в 29, то, скорее всего, буду полностью закрывать всех ботов. И, собственно, если мы сейчас будем вот здесь вот долго топтаться, если мы выше не пойдем, будем вот так вот тереть суда у сотового мылга, то это тоже будет служить для меня сигналом к закрытию моих лонговых позиций, к фиксации прибыли и уже, так сказать, ухождению на забор. Почему ухождение на забор? Потому что вот в текущий момент картинка максимально, я бы так сказал, нечитабельная. Объясню, почему. Потому что глобально на Дневке, да, у нас здесь, ну, явно восходящий тренд. То есть мы просто последний, восходящий тренд с боковиком, который длится последние 7 месяцев. Ну, сложновато торговать, согласитесь. И при этом при всем, как бы если мы торгуем по тренду, мы, по сути, должны открывать лонг позиции. Но при этом при всем, исторически в декабре мы знаем, что биток у нас часто дампит. Плюс у нас с вами на американской фонде сейчас происходит достаточно ответственное падение, да, то есть здесь уже тоже тестируется 200 и мувинг. И помните, мы с вами разбирали то, что здесь у нас голова с плечами. Да, окей, биток не ходит, сейчас там в унисон за фондой. Но если S&P сейчас сольют куда-то, типа вот сюда, там на 4000, то я думаю, биток на 25 тоже отлетит. Где будет остановка по американской фонде, сказать сложно. Потому что сейчас еще есть, так сказать, новости о том, что собираются еще раз повысить ставку ФРС. Не знаю, будет это или нет, потому что сложно залить голову к этим людям, понять, что они хотят добиться. Но здесь все достаточно непредсказуемо. То есть в целом я ожидаю дальнейшего продолжения падения по S&P, ну хотя бы там до 4-х, 3-х, 800. И это тоже может оказать свое воздействие на крипту. Дальше, какой у нас есть с вами интересный момент. Давно мы с вами не разбирали то, что называется доминация USDT. Да, ну здесь можно смотреть на доминацию стейблкоинов. В общем, можно смотреть на доминацию USDT. Смотрите, глобально у нас, мы находимся сейчас в аптренде. И, собственно, сейчас у нас здесь такая некрасивая фигура технического анализа, как треугольник. Что вообще такое доминация USDT? Доминация USDT это то, сколько, какую капитализацию сейчас занимает от общего рынка USDT. То есть чем выше капитализация, тем, собственно, тем хуже для битка, для альты, для эфира и для всего. Да, вы же понимаете, чем больше стейблконов, то есть люди продают свою крипту, получают стейблконы, доминация стейблконов растет. И, собственно, на этой картинке мы с вами видим, ну, такую неприятную, неприятную историю. Это один звоночек. Следующий звоночек. Если мы с вами перейдем на график, который у нас называется Total 2. Да, что такое график Total 2? График Total 2 это когда мы с вами смотрим капитализацию всего крипторынка, исключая биткоин и эфир. Она сейчас составляет у нас 329 миллиардов долларов. И на ней у нас рисуется с вами треугольник, да, такое поджатие. Причем это поджатие глобальное, оно длится у нас еще с мая 2022 года. В общем-то, в общем-то, если мы говорим с вами про торговлю по тренду, а здесь тренд явно нисходящий, такие треугольники, естественно, имеют свойство пробиваться вниз. То есть тут даже не хочется, если честно, сейчас применять технические анализы, говорить то, что он упадет еще, да, сколько здесь, на 200, там на 150, на 200 миллиардов, да, то есть на высоту этого треугольника. Это, ну, сколько там, альты будут стоить 100 миллиардов, то есть еще на 70% где-то укатают весь рынок, да, если они от 300 упадут еще на 150, на 50% укатают рынок. Пока что даже не хочется загадывать. Единственное, что внушает здесь какую-то нотку надежды, это то, что если разбирать этот график с прошлой бычки, да, то здесь тоже, по сути, рисовался такой треугольничек. Он был чуть-чуть пошире, но при этом, при всем, собственно, в итоге этот треугольник, да, после какой-то консолидации выбили вверх. Но мы здесь с вами помним, друзья мои, то, что что-то происходило в прошлом, не гарантирует повторение в будущем. Если мы смотрим с вами на эту картинку капитализации альткоинов, просто как на технический анализ, да, то здесь, конечно, мы и под 200 мувингом, мы и в нисходящем тренде, и плюс у нас глобально рисуется, собственно, вот этот самый треугольник с поджатием. Что я вообще думаю делать с альтами, что я думаю делать со спотовым портфелем, как вы знаете, я уже достаточно давно их, достаточно давно спотовый портфель набираю, еще с отметок 16, как за биткоин. Я продолжаю держать, вот, но, естественно, есть деньги на усреднение своей позиции, есть деньги на доку. То есть я считаю, что сейчас по текущим отметкам и по биткоинам, то есть если мы говорим в целом про спотовый портфель, то адекватное значение это 50-60% быть загруженным в рынок. Вот, ну и, собственно, если на случай, если биток все-таки у нас не проходит вот этот значим уровень 28 тысяч долларов, да, который там тянется еще с какого-нибудь 2020 года, этот уровень тянется. То есть если мы сейчас не проходим вот эту 200-ую машку, если мы не закрепляемся сверху вот так над 20-ю, немножко не так она сделалась, кисточками нужна. То есть если мы сейчас не закрепляемся с вами вот здесь вот над 200-ой мувинга, над этим уровнем, какую-то вот такую конструкцию не рисуем, то, ну, мы опять возвращаемся в лучшем случае к 25-ю. То есть это в самом, не, наоборот, не так я вам написал точно, если мы закрепляемся здесь, да, то это открывает нам, собственно, дорогу выше. Но если мы продолжаем вот тут консолидироваться под 200-ом, это в лучшем случае мы идем снова там на 25 в нижнюю границу нашего последнего вот этого боковика. А в худшем случае, если опять же у нас там повезут какие-то новости, типа, скажем, ну, Binance, либо еще что-то такое, то пойдем с вами на 20-очку. Можно сказать, ну, типа, что ты мне тут говоришь? Типа, ты давай там скажи, шорт открывать, лонг открывать. Вот я вам всегда говорю, в какой позиции нахожусь я. То есть я вот от этих еще пор нахожусь в лонгах, окей. Но тут очень важный момент, то, что на текущий момент моя картина, вот как я ожидал развития ситуации по лонгам, она происходит не так. Ну, вот реально не так. То есть я ожидал, что после вот этой консолидации мы просто идем вот сюда, собственно, там большой каскад ликвидации будет, вынесут всех шортистов и так далее, и так далее. И отсюда уже может быть какой-то разворот. Но по факту мы сейчас с вами видим то, что какого-то глобального выноса шорта нет, большого количества ликвидаций нет. Давайте банально с вами перейдем на сайт CoinGlass, да, и посмотрим, что за последние, там, несколько дней не было какого-то, ну, не было большого количества ликвидаций. Так, смотрим. Ликвидации. Ну, вообще ни о чем, да, то есть вот когда были эти основные, были основные палки вверх, то есть вот тут чуть лонги, чуть-чуть шорты, ну, никаких, опять же, ничего глобально отклоняющегося от нормы. То есть там какие-то, ну, сколько, 100 миллионов ликвидаций шортов? Да нет, ни о чем. Посмотрите, вот сколько лонгов тут ликвидировали, да, на миллиард, на миллиард, и то, что тут 100 миллионов, ну, это вообще ни о чем. Опять же, это говорит нам в первую очередь о том, что если вот такими зелеными палками не наликвидировали шортов, во-первых, шорта было немного, то что крынковцы, в принципе, ну, такой себе интерес. Это отдельный разговор, это тема отдельного разговора. Вот, но еще раз, глобально, глобально мы с вами понимаем то, что, в принципе, все вот эти вот шорты, которые здесь налипли, их еще не скинули. Для того, чтобы их скинуть, я так предполагаю, ну, как минимум мы должны прийти вот сюда, где уже, собственно, и будет смысл фиксировать свои позиции. Плюс на младших таймфреймах очень хорошо рисуется у нас с вами пятиволновая структура, да, то есть здесь, ну, реально все пока что выглядит достаточно красиво. Плюс здесь на объемах у нас с вами все это происходит дело. Ну, не вижу я пока что поводов для того, чтобы вот с текущих развернуться. Именно локально, локально, глобально, уже сказал, мне картинка вообще не нравится, то есть бьемся в 200-й мувинг, не можем пробить этот уровень 28 тысяч, и вот эта вот вся глобальная история с макро, с NP500, с тем, что там индекс долларов все крепчает и крепчает, с тем, что у нас картинка по доминации USDT не очень красивая. Вот это вот все, оно, конечно, оптимизма не внушает. Но, с другой стороны, если мы так тоже логически подумаем, если бы все было легко, то как бы в рынке бы зарабатывали все. Но в текущем рынке зарабатывать действительно чуть сложнее, чем это было там в каком-нибудь 20-м, 21-м году. Соответственно, что делать? Я сказал, я буду держать свои лонговые позиции, и в ближайшее время либо вот здесь буду их фиксировать, да, по 28, если в ближайший день не будет пробоя наверх, либо буду фиксировать их по 29. Дальше буду смотреть, опять же, на развитие ситуации. Открывать шортовые позиции. В принципе, я уже рассматриваю для себя такой вариант, потому что, ну, действительно, не дают выхода за 28 и рисуется на шорт. В целом, тогда вполне себе адекватный сетап, особенно если у нас сейчас здесь нарисуют на младшем TF пятую волну. Ну, собственно, если, допустим, она придет куда-нибудь, ну, опять же, там 28, 29, плюс-минус сюда, и здесь у нас начнет уже вырисовываться нисходящая структурка хотя бы на часовике, то можно будет либо здесь, либо здесь взять шорт, да, собственно, со стопом за всю эту конструкцию. Вот. Но пока что по текущим шортить я не планирую, то есть здесь вполне себе адекватная сделка выглядит на лонг. Опять же, волны, объемы, структура, уровень вот этот, да, и здесь как бы я не вижу пока что предпосылок глобальных к открытию шорт-позиции, кроме того, что на дневке мы не можем открыть, не можем перекрыть уровень 28к и не можем перекрыть 200-дневную машку. Такие вот выводы, друзья мои. Планирую, наверное, на этих выходных провести стрим, побольше рассказать своих мыслей по крипте, побольше рассказать про то, чем занимаюсь сейчас, может быть, про альты поговорить, да, просто часто вижу в комментариях, просят рассказать больше про альты. Давайте так, мне интересно ваше мнение в комментариях по текущей рыночной ситуации. Расскажите, что вы делаете, там, открываете шорты, лангуете, может быть, закупаете на споте, что вы вообще думаете про крипту. Пишите, делитесь мнением в комментариях, и я думаю, что на выходных мы с вами увидимся в рамках эфира. До скорых встреч.